Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. В Анапе задержан угнанный автомобиль. Участвовать в приемке работ по благоустройству будут инвалиды-общественники. Обращаясь к федеральному собранию, Владимир Путин предложил продлить действие программы материнского капитала как минимум на два года. Глава государства подчеркнул, что действующая программа уже охватила более 6,5 миллионов российских семей, в том числе в Крыму. Путин также отметил, что руководство страны гарантирует выплаты, несмотря ни на какие проблемы. Что думают об этом анапчане, узнавала наша съемочная группа. Очень даже хорошо. Конечно, очень даже. Потому что многие люди не успевают. Ну, есть какие-то причины свои. А это очень правильно. Это очень хорошо, потому что мы планируем еще вот детей заводить. Я думаю, что очень даже хорошо. Все мамы очень обрадовались. То, что продлили, это хорошо. Пусть будет. Может быть, за два года что-то еще придумать. Это будет стимулировать молодые семьи заводить новых детей. Потому что, вот как сам Путин сказал, я просто вчера слушал выступление его, это нужно, это особенно важно для жителей регионов. Потому что у жителей регионов, у некоторых, скажем так, не так много денег. И поэтому материнский капитал может дать хорошую старость жизни. Могу сказать по себе. Я сам жду этого материнского капитала, для того, чтобы купить себе, ну, может быть, и первоначальный взнос для квартиры. Потому что сейчас, вот пока мы живем у родителей. И в продолжение темы. Ждем прибавления. Наша съемочная группа сегодня побывала в Анапском родильном доме. О демографической картине на курорте узнавал наш корреспондент. Итоги уходящего года Анапский родильный дом подводит с гордостью. В 2015-м на курорте родилось 2299 младенцев, что на 90 больше, чем в прошлом году. Причем многие из них дети гостей курорта, приехавших специально, чтобы родить здорового малыша именно здесь. Также наметилась тенденция к рождению двойняшек. В этом году увеличилось по 1,5 раза количество многоплодных родов. То есть, если в прошлом году было 14 двоен всего, то в этом году уже 21. В этом году в Анапском роддоме на службу детского родовспоможения было потрачено около 3 миллионов рублей. Была оснащена реанимация родильного отделения, женской консультации, а также отделение для новорожденных. У нас в этом году такой небольшой рекорд. Неонатологи смогли выходить. Ребенка, который родился на сроке 23 недели и имел массу всего 600 грамм. В течение двух недель мы его выхаживали, потом перевели санитарной авиацией в Краснодар, где уже дальше они продолжили его лечение. Главврач также отметил, что пока желающих родить в саму новогоднюю ночь не ожидается. Погоня на улицах курорта. Во время патрулирования улиц сотрудники ДПС по городу Анапа обнаружили угнанный в городе Тимашевский автомобиль, на который утром поступила ориентировка. Патруль последовал за угонщиком. На неоднократные требования полицейских остановить движение водитель преследуемого автомобиля не реагировал. Мы незамедлительно выдвинулись на перехват. Мы перекрыли движение и попытались остановить данный автомобиль. Но водитель также не отреагировал на наши требования об остановке и продолжил движение на большой скорости. Мы продолжили движение за ним по улице Чехова в сторону Красной площади. Данный автомобиль на большой скорости совершил столкновение с автомобилем Сузуки. После чего водитель и пассажир из автомобиля выбежали. Нам пришлось бежать за ними, после чего мой напарник настиг пассажира, применил физическую силу и задержал данного гражданина. В данный момент обстоятельства и число пострадавших устанавливаются. При обследовании автомобиля обнаружен паспорт преступника, его личность установлена. Материалы переданы следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По статистике автоинспекции курорта, 80% дел об угоне автомобилей раскрыты. Преступникам не стоит надеяться на возможность уйти от ответственности. И к другим темам. Как создать в Анапе по-настоящему безбарьерную среду, обсудили на общегородском планерном совещании в администрации. Все работы по ремонту дорожного покрытия, установке новых бордюров, обустройству перекрестка взяты на контроль молодежными активистами, в числе которых есть и представители общественных организаций инвалидов. Включиться в эту работу анапчан попросил глава курорта Сергей Сергеев. От подчиненных, начальников управления ЖКХ капитального строительства, руководителей муниципальных предприятий, потребовал в первую очередь учитывать мнение тех, для кого в Анапе создается доступная среда. Все подписи свои и резолюции ставите после того, как представитель нашей организации инвалидов. Говорит, да, вот эта работа выполнена, доступна для нас, и мы можем здесь передвигаться на инвалидных колясках. Все понятно. Вот с сегодняшнего дня я попрошу и протокол это внести, и это требование для всех, в том числе и для руководителей мупов наших. Все, что вы делаете вокруг себя, какие виды благоустройства вы делаете, все проецируете на доступную среду. За это очень жестко буду спрашивать, очень серьезно буду спрашивать. Активисты молодежного совета, в составе которого есть и инвалиды-колясочники, начали мониторинг территории города с курортной зоны. Списки для исправления всех недочетов будут переданы в управление ЖКХ. В ходе ежедневного мониторинга закрепленной территории сотрудники управления муниципального контроля выявили ряд нарушений правил благоустройства и торговли. В районе Красной площади на пересечении улиц Таханово и Объездной выявлены автовладельцы, размещающие свои машины в неустановленных местах, прямо на газонах. Это далеко не первый случай нарушения правил парковки. От зеленого участка возле дома остались лишь воспоминания. Грязь, лужи и следы от колес на проезжей части. Эту картину наблюдают жители близлежащего дома. С недавних пор размеры штрафов за парковку на газонах, тротуарах и детских площадках существенно выросли. Парковка на грунте обойдется водителю в 2000 рублей, на газоне в 4000 рублей, а на детской площадке – около 5000. В соответствии с действующим законодательством, наказать автомобилиста за неправильную парковку могут соседи и даже случайные прохожие. Нужно лишь доказать факт нарушения, сфотографировать неправильно припаркованные автомобили сзади, спереди и сбоку. На фото должны быть четко видны регистрационные номера авто и отсутствие в нем водителя. Снимки будут направляться в автоинспекцию курорта для возбуждения дела об административном правонарушении. В заявлении нужно указать дату и время, адрес, номера машинонарушителя и полные данные заявителя. У доброты выходного не бывает. В минувшую субботу, в Международный день волонтеров, в Доме культуры молодежной прошла акция «Помоги братьям нашим меньшим». Организаторы акции решили привлечь внимание анапчан к остро стоящей проблеме – росту численности бездомных животных. За пакетик корма или медицинские препараты – билет на концерт. Я хочу помочь бездомным животным. Принесли корм для собак. Уже к полудню корзины для корма были заполнены. Школьников ждала масса сюрпризов. Тематический аквагрим, раскраски, мастер-класс по квиллингу и подвижные игры. Игровая развлекательная программа – лучший способ донести до маленьких сердец необходимость быть внимательными к братьям меньшим. Не только кормить бездомную живность, но и быть ответственными за домашних питомцев. Откуда они берутся, наши бездомные животные? Изначально, когда мы берем себе, например, животное – кошку. Во-первых, кошку, собаку, неважно, надоело. Вдруг внезапно появилась аллергия. Оказалось, что за кошкой сложнее ухаживать, и ее еще нужно воспитывать, или собаку тем более. Люди часто, как делают, абсолютно спокойно могут выкинуть в поле, в лес, на остановку, на трассу. Мы не следим за здоровьем своего животного, мы не следим за численностью, мы позволяем себе выкинуть, мы позволяем себе не лечить, мы позволяем себе избавиться от потомства. И это замкнутый круг, и они бесконечно появляются на улицах. В первую очередь мы хотим населению сказать о том, чтобы вы были более ответственны, о том, чтобы вы сами могли и могли научить своих детей о гуманном отношении к животным. Ну а тем питомцам, кто все же оказался на улице, тоже нужна помощь. Стать волонтером может каждый, считают организаторы акции, независимо от возраста. Главное – желание делать добро. Спортсмены Анапы вновь вернулись с наградами. В селе Суково до Цецмена на первенство Краснодарского края по универсальному бою воспитанники ДЮС США номер 6 Виталий Шпилев и Кристина Лобкова завоевали два вторых места, а также четыре третьих – Григорий Гурин, Олег Горбань, Владислав Истрецов и Василий Руденко. В станице Каневской на открытом первенстве Краснодарского края по мини-футболу сборная Анапы, выйдя в финал, завоевала второе место. В Абинске проходил открытый турнир района по волейболу среди девочек, посвященный памяти учителя Болдырева. Воспитанницы ДЮС США Олим заняли второе и пятое места. В Краснодаре состоялись открытые краевые соревнования по греко-римской борьбе. Воспитанники ДЮС США номер один Арам Задаян и Нерсеза Даян заняли два первых места. Третья у Ильи Пугачева. А в начале декабря Анапы встречала своего героя Олега Чена, прилетевшего с чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходил в США с серебряной наградой. В родной город Олег Чен прилетел 2 декабря и сразу возобновил тренировки. Впереди самое ответственное соревнование – Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. По словам спортсмена, прошедший чемпионат оставил неоднозначные чувства. Про свое выступление хотел сказать, что доволен, но на четверку мог бы выступить и лучше. Первые подходы уронил. Вот от этого чуть обидно, можно было за золото побороться. Сейчас опять по новой приступили к работе, потому что времени мало 8 месяцев до Олимпийских игр. Даже недавно залеченная травма не помешала Олегу показать достойный результат. На чемпионате он установил новый для себя рекорд – 334 килограмма в двух упражнениях, что позволило занять второе место. Тренер Петр Курбацкий весь турнир сопровождал и поддерживал своего подопечного. И, конечно, доволен его результатом. Олег проявил себя очень достойно на помосте, поднял свои лучшие килограммы, установил рекорд России, превысил его на 2,5 килограмма. Основная цель, конечно, это Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Которым будем упорно готовиться. В ближайших планах подойти в оптимальной форме к отборочному чемпионату России и попасть в составе сборной страны на Олимпиаду. А для достижения поставленной цели у этого тандема есть все. Две победы на чемпионатах Европы, три серебра мировых первенств и колоссальное трудолюбие. А завершит выпуск прогноз погоды. В среду 9 декабря в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 3,6 градусов. Ночью до 5 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступные качественные одежды для детей и взрослых, модная школа, новое поступление, сезонные одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей, эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы здесь представлена коллекция верхней одежды, куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц, рубашек и жилетов для выпускников, нарядная одежда для дошколят, новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал». Продолжение следует...